Вот это да! Лещ! Всем привет! С вами Андрей Санар. Сегодня опять велокаякинговая рыбалочка. Маршрут, предполагаю, такой. Сейчас я на Крестовском, отсюда выхожу, облавливаю берег ЦПКО. Дальше, наверное, иду по Крестовке на Малую Невку, там ямки облавливаю. Потом, может быть, по Крестовке возвращаюсь, может быть, иду в обход. Но возвращаюсь на место, где у меня окушок клевал в прошлый раз. А там посмотрим, как все сложится. Мы начинаем! Каяк штука быстрая, поэтому среднюю Невку я пересек. И теперь пойду по речке Крестовке до Малой Невки. Очень живописная маленькая речка. Вокруг декоративная растительность. Знаменитая девушка с веслом. К ней мы обязательно подойдем и посмотрим. Это же, в общем, символ всех нас, грибублей. А вот и девушка с веслом. Место, где Крестовка соединяется с Малой Невкой, очень живописная. По ехолоту у нас тут нехилая ямочка. Аж на 8 метров. Поэтому, я думаю, стоит тут встать и ее слегка простучать. Крестовка соединяется с Малой Невкой. Тут девушка с веслом, тут девушка с веслом, одни девушки с веслом. Половил немножко на Малой Невке. Ничего не поймал. Возвращаюсь на Среднюю Невку и пойду теперь по ней. Попрыгаем. Ну, слабенько, слабенько. Впереди наблюдается местная достопримечательность под названием Газпромовская кукурузина. Самое высокое здание в Питере. До этого самым высоким зданием была телебашня. А вот эта кукурузина телебашенку-то переплюнула. Хотели ее сначала прямо в центре города, напротив Смольного собора, построить. Ну, хорошо, что додумались все-таки ее там не строить. Поэтому построили на окраине, в Лахте. Это нормально. Проходим второй Елагин мост. Впереди еще один мостик. А дальше Финский залив. Прохожу, хоть и не по правильному краю, но вне фарватера. В пропускниках, в которых маломерным судам вход запрещен. Добрый вечер. А не подскажете, что на той табличке написано? Наверное, что рыбу ловить нельзя? Вот, рядом, рядом. А? Что? Про рыбу, да? Понятно. И, кстати, о курсовом стабилизаторе. Вот он позволяет без якорения стоять в том направлении, в котором до этого шли. Сегодня окунь не котлит. Может быть, рановато. Может быть, начнет он попозже. Вечером. Может быть, просто малек отошел и окунь отошел. Но сейчас его не. И придется, наверное, искать в каком-то ином месте. О, окунишка. Правда, размер совсем не тот, который тогда был в котлах. Но, тем не менее, первая рыбка сегодня. А сейчас надо попробовать снасть сбирулина с попером. Сбиру-поп. Или как его бокоплав, который пропагандирует эту снасть, называет поперуля. Какая же это поперуля, если это мощный сбиру-поп. Ох ты, ой, блин. Ох, ох, ох. Дельфинит такая. Ох ты. Вот, сразу сработало это. Сбиру-поппина. Ловить можно как-то поплавок. Поппер утонул. Подсекаем. О, поклевка. А вон наш домик. Прямо напротив наш водоплавающий домик. О, и сразу. Там уже сидит. Уже сидит. Нет, сегодня крупнячок отскочил. Сегодня здесь получается окушок только местный. Вот когда Слава сказал вот о этой приманке, когда без крючков попер с твистером или виброхвостом, я ничуть не сомневался, что она будет ловить. Тут попер даже вторичен, а все сбирулиновые снасти для ловли рыбы в толще воды, да и близко к поверхности активной рыбы. Они всегда работали. И это абсолютно работоспособная снасть. О, поклевка какая. Вот фактически получается поплавочная удочка с искусственной приманкой. Когда ее вот так вот тащишь, а, окушочек сидит. Можно останавливать, смотреть на плавающий попер. И попер работает как поплавок. Он тонет в момент поклевки, подсекаешь. Фактически так и есть поплавочная удочка. Жалко, что нет этого такого крупного, хорошего окуня, который клевал тут позавчера. Место очень красивое. С одной стороны Крестовский остров и рядом тут парк развлечений Дива Остров. С другой стороны ЦПКО. Впереди мост ЗСД Ещё дальше там пешеходный мостик. А за ним уже всё, Афинский залив. И туда я потом пойду. Я думаю, сегодня я закончу водный путь где-нибудь в районе парка трёхсотлетия. Там соберу каяк, сяду на велосипед и поеду домой. Программа минимум выполнена. Несколько рыбок поймано. За каким-то количеством или качеством я не гонюсь. Главное что? Главное то, что получил удовольствие от поездки на велосипеде, потом получил удовольствие от поездки по воде на каяке. То, что это можно сочетать, это ну просто высший класс. Ну и получил удовольствие от рыбалки. Поклёвочек несколько почувствовал. На солнышке позагорал. Он ещё и в поппер бьёт. Он и в поппер бьёт, и на приманку сел. О, вот это хорошая поклёвка! Кто это? Интересно! Вот это уже нормальный окушочек такой. Более-менее. Вот если такая стайка сейчас подойдёт, таких вот грамм по 100, это уже будет интересней. Неужели опять котлить начинает? Это хорошо! Что вот там я обнаружил характерные пузырьки над водой? О! Поклёвка! Поклёвка! Вон-вон малёк скачет. Малёк скачет. О, кушок маленький. Но тем не менее. Ловим! Ловим! Ну, он его, правда, поппер занимает куда больше, чем висящая ниже приманка. Может быть, имеет смысл поставить снизу крючочек на поппер. А может, не стоит. Какие удары-то! Вот, наконец-то, не в поппер ударил. О, такой кушочек-то! Хо-хо-хо! Хороший! Да, это локальное место. Локальное место, куда вот кушок приходит малька кушать. Потому что туда проходишь или назад проходишь. Нету тут такого ажиотажа среди окуня. А вот здесь, да, есть. Теоретически, можно из берега, наверное, в эту точку забросить. Но уж расстояние довольно большое. И приходится, придется прокидывать очень много травы. Соответственно, это будет зацеп на зацепе. Это вываживание будет... О, поклевка! Ох, как хорошо-то! Как давит-то! Ой! Ой, ой, чуть по башке не получилось. Протягивать через такие слои травы будет тяжело. Будет много отрывов, особенно если ловить на ультралайтовые снасти. А если ловить на какой-нибудь дубинал, то какой в этом интерес? Такого... Ох, какая поклевка-то! Вот, 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 сошел. Но продолжает гнаться. Оставим немножко. О, поплавок под воду. Вот такая вот борьба. И вот такой хороший окунь пойман. Ай, сожрал приманку! Приманку отдай. А, это окушок. Таких 100-граммовиков уже приятно ловить. Что я могу сказать о таком вот сочетании твистера и попера сберу попа или попируля, как ее называют. Да, снасть очень интересная. Она возбуждает рыбу. На нее прекрасно ловится окунь. Есть, правда, и минус. Вот, как мне показалось, поклевочки в эту снасть, они не такие, как бы, акцентированные, как в джиг, как в воблера. Нет таких вот ощущений вот удара. Тут какая-то запоздалая подтяжка. Она близкая к поплавочной снасти. Когда вот подсекаешь и вот чувствуешь уже вот то, что там что-то завозилось. Тут примерно то же самое. Скорее всего, это вот сам попер. он как отдельный плавающий элемент. Он скрадывает немножко ощущения. Но это не страшно. Главное то, что рыбу он хорошо собирает этот сберупоп. И значит снасть имеет право на существование. Бокоплаву отдельное спасибо за пропаганду этой снасти. Подтверждаю. работает. Слава молодец. Пойду пожалуй к конечной точке водоплавания. А это значит финский залив. Красота. Тут он на фарватере долбанул. Хорошо. Кто ж ты? Ничего себе. Вот это лещ. Ну и зачем он мне нужен? Не нужен. Пусть плывет обратно. Посмотрите как красиво выглядит выход в море. и даже такая чисто утилитарная структура как ЗСД совершенно не портит пейзажа. А наоборот даже привносит какую-то изюминку. Вот мостик соединяющий материк с Крестовским островом. Наверное чтобы к стадиону легче бегать было. Симпатичный такой мостик. Малек тут бил оттуда сюда но что-то не отзывается. Здесь кстати глубина большая поэтому это надо тяжелым джигом пробивать. ну вот я и вышел в открытое море. Красота! Восхитительный вид на новые новостройки на набережные. Вон какая-то там башня прямо Биг Бен какой-то такой я даже там и не видел никогда. В общем красота. Красота. кукурузина уже тут совсем рядом. Сейчас буду где-нибудь вон там причаливать и на сегодня рыбную ловлю завершу. Которая превратилась уже фактически в экскурсию. Я рассказывал где я прохожу. Надеюсь это было интересно. С вами был Андрей Сонар. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Тайм Триала. Клубу ПКР привет! Всем пока! Привет водоплавающим! Тайм Триала. Тайм Триала. ПКР Клея. Тайм Триала. Тайм Триала. Тайм Триала. Продолжение следует...